В строительстве, в частности, на самом деле, неважно, в любой сфере деятельности и бизнесе взять, ну, стандартная схема, да, поймать его где-нибудь, побить толпой. Ты делал до этого работу, и ты не можешь оставить человека один на один за свои проблемы, и ты искренне хотел ему помочь, абсолютно искренне. Всем привет! Прошу прощения, что долго не снимаю, но в данный момент переживаю жизненные, скажем так, испытания, трудности, которые делают нас только сильнее. Ну, и, соответственно, тема сегодня трёпа с колёс будет об ответственности, об ответственности и партнёрстве. То есть, ну, как я это вижу на данный момент в своей жизни, то есть у меня сейчас как раз такой пик, я переживаю несколько, скажем так, интересных событий в жизни. Ну, и вот, может быть, на эмоциях, не на эмоциях. Хочу снять видео, потому что, ну, сказать честно, мне может быть, это даже больше нужно, чем вам. Потому как, ну, поговорить на камере, на самом деле, это довольно-таки интересно. То есть, ну, ты переживаешь какие-то такие эмоции интересные. Так вот, немножко об ответственности. Ну, в строительстве, в частности, на самом деле, неважно, в любой сфере деятельности и бизнеса. Есть понятие, как то, что ты обещаешь, да, должно, ну, соответствовать тому, что получается в результате. Ну, как все знают, практически всегда ожидания, они, ну, лучше, чем реальность, да, когда получается. То есть, когда мы что-то там заказываем в интернете, мы как бы предвкушаем, да, строим какие-то иллюзии, питаем, скажем так, ну, теплые, теплые чувства. Но когда это к нам приходит, мы понимаем, что все не так уж и хорошо. Так вот, то же самое касается и строительства, да, когда мы договариваемся с Шарликом, мы искренне, искренне верим в то, что все пройдет гладко и без задоринки, хотя опыт нам подсказывает, что гладко и без задоринки не бывает. То есть, оно неважно в любой работе. Также мы, когда нанимаем на работу человека, либо с кем-то партнеримся, ну, как правило, мы искренне верим в то, что все будет хорошо. Несмотря на то, что есть какие-то, скажем так, может быть, трудности в предыдущих, да, общениях с этим же человеком, либо же с другим, но, как правило, лично говорю за себя, я стараюсь, ну, верить в человека, что ли, не то, чтобы стараюсь, вот у меня такая вот черта есть плохая, я думаю, что все будет хорошо всегда, вот. Или, может, скоро лучшая черта, не знаю. Так вот, одна из ситуаций, мы штукатурили человеку в магазин, простая довольно-таки, штукатура цементная, песочная, и когда вам человек несколько месяцев подряд просит работу, вы ему даете, и он вас подводит, то есть, ну, скажем так, не настолько качественно сделать, как сделать, может быть, это вы, но вам и некогда. То есть, вот такой круговорот вещей в природе получается, да, что... Ну, то есть, давайте так не будем о том, почему, точнее, что именно случилось, потому что, ну, когда случается, да, и дальше обычная стандартная ситуация. Человеку, естественно, нужно платить, да, то есть, ну, не бывает такого, ну, в моем понимании, заплатить за работу нужно, пока не высох в ход, да, на руку есть такая, скажем так, пословица, что ли. Так, даже больше скажу, что, как правило, приходят люди, которые, ну, которые именно заинтересованы в работе, у них есть какие-то ответственности какая-то перед своей семьей, взятые кредиты, ну, и просто, скажем так, аренда квартиры и прочее, и прочее. И только начав работу, они подходят, и от всей души, веря, что они закончат хорошо, сделают, они просят о вас. Хотя вы, вроде бы, как предупреждаете о том, что, ну, будет только 30% до того, пока вы не закончите, да, там, или 40%. Но вас просят это, скажем так, на третий день работы, хотя и делать еще, допустим, 2 недели. Ну, какой-то аванс, да, просят. Ну, естественно, нельзя не дать, да, и зачастую, вот, лично у меня так, я стараюсь сдать из своих, скажем так, денег, да, из каких-то активов, когда они есть. Вы даете, проходит 3-4 дня, и тут, ну, и вроде бы, как бы, все хорошо, работа идет, она еще не завершена, даже близко. Но тут случается следующее, что случается что-то очень такое, вот, то, что обычно не случается, но сейчас оно случилось. И вот обычно такого не бывает, но вот сейчас такой случай, который вот, ну, вот просто вот жизненные обстоятельства, да, нужно срочно там внести платеж по какому-то забытому кредиту, или заболела мама, или детей выгоняют из квартиры вместе с женой, ну, или-или, да, и вот такие проблемы, они случаются. И ты понимаешь, что, ну, ты первоначально то, что обещал, уже отдал. Но тут же, ну, как бы, не каждый день такая ситуация случается, и человек вроде бы хороший. Понимаете, денежная система пронизана искушениями. Помните молитву, да не введи на свое искушение, да вся суть денежной системы в том, чтобы искушать людей, такова власть дефицита. И ты ему платишь. Вперед. Как правило, ну, еще не видя конца, или ты знаешь, что, в принципе, он может закончить. Я не говорю, что так случается в 100% случаев. Просто у меня случилось три раза подряд. То есть вот сейчас три объекта, и три раза подряд у меня случилось следующее. Что за выполненные работы я расплатился сполна, а в конце качество было неудовлетворительное. А человек уехал, то есть его нет. То есть, как бы, либо он есть, и он заболел. Он заболел, и заболел серьезно, и он не может выйти. Либо же у него другая работа, и он говорит, я не могу. Ну, соответственно, да, мораль такая. То есть я не из тех людей, которые приедут домой, будут угрожать ножом жене, что если муж твой сейчас не переделает, или не отдаст деньги за то, что сделал, и мы наймем кого-то другого, я тебя зарежу. Ну, то есть, ну, нет. И что делать в такой ситуации? И тебе звонит клиент, и обоснованно тебе предъявляет. И говорит, Рувин, ну, я ведь с тобой расплатился. Хорошо, хорошо. Вот здесь, здесь, здесь и здесь выявились, скажем так, какие-то трудности. Да, где-то забухтилась стяжка, где-то отвалилась 30 метров на плитке, где-то сделали неровные откосы, где-то на потолке видны отвалика, скажем так, ворса. И давно уже, на самом-то деле, за это заплачено. То есть, и твой процент, он был, ну, не просто минимален, но, скажем так, вполне возможно, в некоторых случаях его даже не было. Ты взялся, потому что, ну, ты делал до этого работу, и ты не можешь оставить человека, ну, один на один за свои проблемы, и ты искренне хотел ему помочь. Абсолютно искренне. И получается так, что у тебя ведь еще есть свои дела, и в этот момент, ну, в этот момент ты не знаешь, что делать. Есть два пути. Есть два пути. Да, есть. И, как правило, люди почему-то выбирают первый путь, это когда ты просто выключаешь телефон и забываешь об этой проблеме. Ну, она как бы сама собой решается через какое-то время, в любом случае, да, в жизни она ведь не идет на месте. Вот. И есть второй путь взять на себя ответственность. И вот в данный момент, скажем так, ну, несколько людей из моей бригады сейчас занимаются тем, что мы доделываем, скажем так, работу, которую не всю мы делали. И, в общем-то, вот остается вопрос. То есть это видео просто, я даже не знаю, зачем я его снимаю. Напишите в комментариях, скажем так, давайте так, мне интересно мнение других людей, вот что они делают в подобной ситуации. И, пожалуйста, не пишите банально, я не плачу людям, пока они не закончат. То есть, потому что, ну, вы не сможете не заплатить людям. Потому что к вам придет установщик дверей и скажет, мне нужно 50%, двери стоят 100 тысяч рублей. Это сейчас все, что я сказал, это случилось в ближайшие, ну, это случилось в несколько месяцев, вот за несколько месяцев подряд в моей жизни. Это как бы все реальный случай. Да, и он вам говорит, ну, во-первых, вас, может быть, подвел кто-нибудь еще, да, кто-то обещал сделать эту работу и не сделал, да, там. И может быть, это даже не один человек, а несколько, целая череда. И вы просто набираете авито, что никому не советую делать никогда. Ну, а у вас ответственность перед клиентом, что вы должны это сделать в любом случае. и как бы у вас вроде бы есть и партнеры, и все хорошо, и вот вы набираете человеку саммита, и вроде бы как он адекватный, вроде бы как у него инструмент есть, вроде бы как и все. И он приходит и говорит, вы знаете, случаи бывают разные, давайте вы мне половину заплатите. Ну, а двери, допустим, стоят там 4 двери, там 120 тысяч рублей, ну, допустим, да. А стоимость работ, да, по дверям там 15 тысяч рублей, да, там, в обору наличники он говорит, давайте так, 50% вы мне платите, а 50% когда закончу? Ну, нормально ведь, ведь он, в принципе, адекватный мастер, он приехал на машине, он там привез с собой инструмент. Вы говорите, окей. Даете ему деньги, он начинает ставить. И так получается, что, ну, зазоры разные у дверей, ну, где-то коцка, где-то почему-то наличники бухтят. Ну, просто банально нужно было, скажем так, поставить на жидкие гвозди, а этого не поставили. И вы говорите, ну, и как бы так получается, что одна дверь закрыта на ключ, а ключа у вас нет. Ну, то есть человек говорит, ну, приезжайте вот туда-то, туда-то, я вам отдам ключ, а вы со мной расплатитесь. И вы ему говорите, нет, друг, ну, нужно же встать на объекте. У меня говорят, ну, есть вопросы по восстановке. Не, у меня график, у меня график, как бы, и мне, в принципе, все равно. То есть я не приеду на объект, я всегда так ставил и ставить буду. Мы об этом не разговариваем, потому что наличники не должны бухтеть. И тут, ну, сколько вариантов. Тут у вас сразу лезут дурные мысли в голову. Позвонить его жене, взять ножку, ну, стандартная схема, да, поймать его где-нибудь, побить толпой, да, ну, или что-нибудь в этом стиле. Но ведь это проблемы не решает. И здесь мы упираемся в вопрос, что делать. Что делать, если не всю работу можно сделать? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...